В прошлом году у вас была конференция с поставщиками. Что с тех пор изменилось? В прошлом году мы находились в начале своего пути трансформации. Мы меняли функционально устроенную организацию категорийного менеджмента, когда отдельный блок отвечал за промо, отдельный блок отвечал за ассортимент, блок отвечал за ценообразование. Сейчас мы соединили все эти инструменты в категорийный менеджмент и уже готовы рассказать и рассказали о том, каких успехов нам удалось достигнуть, а также какие точки роста у нас остались, которые нам необходимо реализовать с партнерами. То есть принципиальное отличие прошлого года от этого года в том, что в прошлом году мы декларировали какие-то намерения, а в этом году мы провели промежуточную черту, отчитались о проделанной работе, наметили план на будущее. Если говорить об успехах, то что конкретно можно выделить? Можно выделить то, что нам удалось перестроить, прежде всего, организацию с точки зрения готовности работать на высоких скоростях. Если раньше мы ассортимент могли пересчитать раз в год, то сейчас у нас есть цикл обновления ассортимента раз в месяц, раз в полтора месяца, в зависимости от категории. Мы создали региональные команды в округах. У нас территория делится на 12 округов, и у нас помимо главной компании развита структура категорийного менеджмента в этих 12 округах. Это позволит, прежде всего, локальным производителям, а также федеральным производителям, имеющим региональный ассортимент, такие тоже есть, быстрее ставить свои товары на пол, быстрее взаимодействовать, быстрее решать операционные вопросы, связанные с доступностью, с товародвижением. Вообще участвуют ли поставщики в управлении категорией? Да, участвуют. Каким образом? Степени их участия разные. Допустим, у нас в этом году мы провели проект, большой проект, совместный пересмотр категории. На примере молочной гастрономии, на примере напитков и на примере снеков. С одним из наших уважаемых партнеров. Мы поделились данными о том, как мы видим рынок покупателей, наши продажи. Партнер поделился своими данными. Мы вместе с ним составили ассортимент, промоплан, прогрузили изменения в систему, поставили товар на полках и видим, что за последние несколько недель у нас лайк-фо-лайк показатели по пилотному округу опережают на нескольких процентных пунктах сопоставимую продажу этих же категорий в среднем по сети. То есть мы в такие проекты с производителями идем. Это большой проект. Но в целом участие производителей с точки зрения диалога с нами мы получили первое место по готовности слышать, воспринимать информацию. Первое место от уважаемой компании, которая специализируется на исследованиях взаимоотношений, качества взаимоотношений между производителями товаров и розничными сетями, и Advantage Group. Каких продуктов вам, быть может, не хватает? И что бы вы хотели видеть у себя на полке? Мы хотели бы видеть у себя на полке продукты, которые хотел бы видеть наш потребитель, наш уважаемый покупатель. Для этого что мы делаем? У нас есть огромное количество внутренних данных, внешние исследования, и мы особое внимание уделяем тому, как покупатель воспринимает наш ассортимент, воспринимает наше клиентское предложение. Мы хотели бы видеть продукты по доступным ценам с высоким уровнем качества. Если посмотреть на всю нашу ассортиментную линейку, то мы за последний год совершили рывок высоких, средних плюсов в высоком ценовом сегменте. В тех сегментах, в которых мы традиционно отставали от рынка. Вот сейчас у нас фокус на первый, второй ценовой сегмент. Там мы создаем уникальные продукты как с точки зрения качества, так и с точки зрения цены. То есть даем сопоставимое качество с продукцией третьего, четвертого, то есть высоких ценовых сегментов, но по цене второго. Вот вы, конечно, тем уже немножко затронули. То, что локальным поставщикам стало проще к вам попасть, это потому что у вас изменилась модель работы с входящими заявками, верно я понимаю? Да. У нас в первую очередь появились люди, которые, а, ближе к локальному производителю, то есть если раньше к локальному производителю, чтобы попасть к нам на полки, нужно было условно приехать на переговоры в Краснодар. Сейчас производитель, находящийся в Екатеринбурге, может приехать в Екатеринбург, в наш офис Уральского округа, и провести там переговоры, принять решение. Более того, мы не просто посадили там этих людей, они что-то там принимают входящие заявки, они полномочны принимать решение по изменениям в ассортименте, если видят, что этот товар востребован, если видят, что он нужен локальному потребителю. В рамках утвержденной структуры ассортиментной матрицы, пересмотр категории у нас происходит раз в год, где мы определяем, какие единицы потребностей нам нужно закрыть, в каких ценовых сегментах, в каких вкусах, литражах, громожах, то есть полностью четко ассортимента, которая дальше делится на федеральную и локальную часть. С федеральной частью работает скорее главная компания, с локальной частью работает округ, категорийный менеджмент. Но это не значит, что если нашелся товар локальный, хороший, правильный товар, он не может заместить какой-то федеральный, и наоборот. То есть эти перекрещивания мы регулируем в течение года. Вкусы покупателей, предпочтения, они меняются очень быстро. А вот способный категорийный менеджмент так же быстро реагирует на изменения, или, может, он уже набрал необходимую скорость, чтобы максимально не откладывать? Как с точки зрения организационной структуры, так и с точки зрения информационных систем. Ранее у нас была проблема, что информационная система была не адаптирована под высокую скорость изменений. Сейчас мы готовы. То есть окно ротации раз в месяц. Покупательские предпочтения меняются быстро, но точно не за дни. С циклом раз в месяц мы готовы реагировать. На что сейчас у вас, скажем так, упор, курс в вашей работе? На самом деле мы с уважаемыми партнерами довольно большие организации. Если посмотреть на количество товаропотока, который проходит через нашу сеть, которая выпускается нашими уважаемыми партнерами, это колоссально. Это сотни тысяч траков фур. Мы не можем работать, не планируя. Основная точка роста для нас – это совместное планирование. Не просто договориться о том, что мы продадим примерно столько-то, столько единиц товара в год. Это просто декларация о намерениях какое-то. Да, мы хотим, но дальше планирование – это то, как мы строим детализированный промо-план продвижения. С указанием конкретной позиции, в конкретный период, с конкретной глубиной скидкой. Или мы планируем запустить новинку. Но чтобы все это сделать синхронно, сыграло как оркестр, а не как кафония разрозненных инструментов, нужно об этом договориться заранее, четко с партнером. Причем договориться как с стороны коммерции, так и с стороны логистики. Поэтому у нас еще одно новшество будет относительно прошлого года. Мы выходим в переговорную кампанию на следующий год вместе с логистикой, вместе с своими цепочками поставок, потому что ассортимент не живет отдельно от того, как его привезти в магазин. Можно запланировать все, что угодно, можно даже куда-то в систему поставить, но если ты не продумал цепочку поставок, у тебя дальше начинается проблема с доступностью товара, с его постоянным наличием на полке. А покупатель хочет видеть свой товар в тот момент, когда он пришел в магазин, а не в тот момент, когда его привезли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова